привет друзья привет подписчики сегодня будем заливать плитку дикий камень значит для этого нам понадобится гипс несколько им костей электронные весы и шуруповерт моем случае для размешивания раствора значит сейчас будем отмерять нужное количество гипса и нужное количество воды с помощью электронных весов и так для заливки шести плиток нам понадобится 1200 грамм воды вот у нас весы ставим ведерко обновляем весы и наливаем нашу воду 1200 грамм это из расчета 200 грамм на одну плитку вода комната температура обычная можно холодную из-под крана собственно это не критично плюс-минус там 50 грамм погоды не сделаю вот 1216 грамм налил замешивать будет в большом ведре вот такое вот ведерко из-под силогерма сейчас будем отмерять сухой гипс гипс гипса на одну плитку нужно 350 грамм то есть на наши шесть плиток нам понадобится 2 килограмма 100 грамм сухого гипса то же самое делаем обновляем весы ставим нашу емкость с гипсом либо мешок смотря как будете делать и насыпаем наш гипс емкость которой будем засыпать у меня в эту емкость входит ровно 2 килограмма с копейками поэтому я даже примерно знаю на сколько насыпать уже мне нужно кило 700 кило 953 250 здесь вот лишнего не надо 2100 засыпали гипс также еще для прочности я буду добавлять сухую известь у меня есть такой вот сухой известковый порошок похож на на тот же гипс только это известка уже гашеная сухая известь на наше количество я буду засыпать примерно грамм 60 все обнулил весы и засыпаем сюда известь естественно легче гипса поэтому 50 грамм 60 грамм все все ингредиенты подготовлены сейчас будем все это высыпать в наше ведро замешивать и заливать в форму забыл сказать заливать будем способом гипс в воду не наоборот сначала заливаем воду никакого клея я туда ложить не буду как некоторые говорят что нужен клей для того чтобы раствор получился более прочим недостаточно было добавить вот каких-то там 60 грамм сухой извести для упрочнения нашего гипса и так вызов высыпаем туда гипс гипс высыпаем таким образом чтобы он распределился по всей поверхности воды все гипс засыпали вот сейчас он постоит у меня буквально 30 секунд пока я подготавливаю шуруповерт напитается влагой и будем его размешивать итак теперь размешиваем его нужно тщательно промешать так все промешали чтобы не было комочков и всякого всякого рода остатков сухого гипса вот получилась такая консистенция как сметана итак ребята вот наша форма полиуретановая которую мы с вами делали точнее я с вами делал буквально недавно для тех кто не видел можете посмотреть видеоролик как я делал данную форму заливать я буду при помощи вот такой небольшой емкости обрезанной полторашки каждую плитку по очереди чтобы не перепачкать всю форму форму ничем не нужно обрабатывать она она не нуждается какой-либо обработки потому что это полиуретан итак поехали заливать нашу форму ну видно гипс отлично растекается залили и так по очереди каждую плитку можно конечно заливать всю сразу из ведерка но мне с ведеркой не совсем удобно и а и 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 все ребятки наши плитки залиты теперь можно немного тряхнуть чтобы они выровнялись буквально пошатать немного поверхность ударить пару раз по столу кулаком если делаете на столе все вот видно плитки залились сейчас оставляем наши плитки до готовности примерно минут на 40 как только поверхность плитки будет нагрета она вступит гипс вступит реакцию и начнет нагреваться вы почувствуете рукой он станет такой более сухой на вид вода вся исчезнет сейчас видно что мокрый вот видно видите отсвечивает вот здесь вот и видно что там вода он станет горячий можно будет расформовывать нашу форму и все это в принципе увидите это еще один момент пока наша плитка сохнет мы можем подготовить ингредиенты для следующей заливки то есть отмерить нужное количество воды нужное количество гипса нужное количество нашего с вами извести все это приготовить как только расформуем нашу плитку можно заливать форму снова процесс очень быстрый не занимает много времени поэтому если все у вас налажено как бы будет то с помощью одной формы в день можно налить ну я думаю что больше сотни плиток можно сделать на и еще один момент о котором я скажу когда буду расформовать это чтобы плитка не прилипала к полиуретану потому что у меня были случаи были залипы гипса в полиуретане я нашел причину почему эти залипы были я вам об этом обязательно скажу и так значит прошло где-то около 35 минут плитка наша нагрелась вот она чувствуется что она прям теплая градусов наверное около 38 40 влага испарилась сейчас мы будем ее расформовать аккуратно переворачиваем нашу форму и поднимаем вот таким вот образом полиуретан если все было сделано правильно то плитки полиуретана отстанут в легкую не нужно ее мазать либо еще что-либо с ней делать все вот видите плиточки вышли формочка чистая никаких залипов не произошло вот наши готовые плитки никаких пор никаких дополнительных артефактов на поверхности не получилось сейчас отправляем нашу плитку сушиться на пару суток ну и потом будем ее красить для тех кто не видел как я крашу свою плитку можете посмотреть видеоролик ссылки на видеоролики будут в описании вот ребята вот таким вот образом я заливаю свою плитку хочу еще раз напомнить пропорции ингредиентов для формы на 6 плиток для этого я использую два килограмма 100 грамм гипса сухого 60 грамм сухой извести и 1200 1250 грамм воды это на 6 форм соответственно на одну формочку на одиночную нужно 350 грамм гипса 10 грамм извести и 200 грамм воды вот такая вот моя технология литья искусственного камня можно видеть вот уже наклеенный камень поэтому смотрите ролики как я делал формы ставьте лайки пишите свои комментарии всем спасибо всем пока